Всем привет! Хочу рассказать сегодня в видео о кризисе Шмизиси, о том, как он коснулся меня, коснулся на работе, естественно. В общем, работаю я в салоне грумера, и салон мой находится при магазине. Официальный представитель. Фирма у нас занимается не только кормами для животных, но вообще они крупные оптовики и бакалеи, и что у них там только нет, в ходе того, что буквально недавно они там вроде даже завод с минеральной водой, вроде как, даже купили. Ну, то есть, какие-то перспективы развития руководители в разных направлениях пробуют осуществлять. Что коснулось нашего магазина, дело в том, что сократили одного администратора и решили, что буду я работать из-за администратора, из-за грумера. В общем, от скуки, мастер на все руки. Но вообще меня это изначально особо перспектива не радовала, потому что, то есть, работать в графике два через два, и выходные дни, которые получается у администратора, работать как грумер. Потому что, работая администратором, я не могу особо стричь животных, потому что плохо слышу, зашли ли сюда покупатели или нет. Ну, соответственно, если они зайдут, а у меня собака, допустим, мокрая в ванной, естественно, ну, это дискомфорт, хватать бедное животное, мокрое из ванной, бежать в торговый зал, что-то здесь продавать и обратно идти продолжать мыть собаку. Вот. Соответственно, естественно, меня эта ситуация не устроила. Я написала заявление на увольнение. Написала я это заявление еще до ухода второго администратора. И почему-то второго администратора они также не придержали. Они, наверное, подумали, что оставшийся здесь один администратор будет молча сидеть и работать за всех. Ну, естественно, грумером уже не может работать. Почему я написала заявление? Потому что мне оставляют только процент от моих стрижек, да, ну, это и есть мой заработок. Как грумер я имею вообще здесь минимальный оклад, меньше прожиточного минимума, и остальное у меня процент от стрижек идет. По идее, я уже давно думала о том, что надо что-то мне менять, потому что в социальной защищенности такой, да, я ничего не имею. Какие-то там отчисления в пенсионный фонд, они символические получаются. А потом, не дай бог, там больничные, да, разные ситуации в жизни бывают. Тоже я просто три копейки получу. Ну, и, соответственно, я думала, что надо как-то что-то менять, двигаться дальше. Ну, и внешняя ситуация меня подтолкнула к тому, что, да, надо уходить. Вот, работать за администратором, мне эта перспектива изначально не нравилась, она мне неинтересна. Я не вижу смысла и просто не понимаю, почему они не придержали второго администратора, потому что в итоге сейчас я вот два дня дорабатываю, и они спешным или не спешным ходом ищут второго администратора сюда, то есть нового человека. В результате они теряют грумера. Они вообще мне предложили быть за штатом, да, и работать только за один процент. Ну, не за один процент, а только за проценты работать. В общем, я пока думаю, потому что на самом деле выхлоп не такой большой. Они мне хотят платить просто 30%. 30% никто так не работает. Тем более у меня свои инструменты, и они покупать косметику собачью не собираются, то есть мне это надо будет самой тоже приобретать. Абы-кабы там я косметику покупать не хочу, потому что всё-таки если это салон, да даже дома, да, я использую профессиональную косметику для животных. Не могу купить обычную, там, не знаю, какие-нибудь чистые лапки какие-нибудь российского производства. Вот. В общем, какая ситуация на рынке труда у нас? А на рынке труда у нас такая ситуация, что работодатели используют так называемый кризис в своих корыстных целях, сокращают сотрудников. На оставшихся людей взваливают дополнительный объём работы, естественно, зарплату урезают при этом, да, объём работы увеличивается, зарплату урезают. И всё, они надеются на то, что люди всё стерпят, потому что вроде как вакансий не так много, не так много выбора. Ну, в общем, терпите, товарищи, времена у нас тяжёлые, а что делать? Мы и так идём вам навстречу, как можем, говорят наши работодатели. Я имею в виду в целом, да, всех, большинство, правильно сказать. В общем, такая история. Ещё, знаете, я так думаю, вообще какая им выгода, они сейчас второго человека найдут, да, по сути, остаются те же вот два администратора, практически, ну, с неизменённой зарплатой. И получается, они якобы выиграли на моём минимальном окладе. Этот оклад, я не знаю, ну, меньше четырёх тысяч рублей, представляете, мой официальный этот оклад, меньше четырёх тысяч рублей, вот так экономия получилась на грумере. Я думаю, что из этого оклада они теперь смогут купить завод в Подмосковье. Я думаю, это существенная прибыль в их бюджете, поэтому можно запланировать на лето приобретение завода в Подмосковье, какого-нибудь там ещё чего-то производства. Это, конечно, всё шутки, просто иногда работодатели удивляют своими какими-то шагами. Я понимаю, если бы, допустим, это был бы вот у предпринимателя только вот этот магазин с салоном, да, и он бы искал какие-то пути там, выходы, может быть, даже, я думаю, сам бы выходил какие-то дни работать, чтобы сэкономить на зарплате. Но, извините, фирма в таких масштабах, да, которая крупная оптовая, там решила сократить, сэкономить на зарплате грумера, да, такой минимальной, на минимальном этом окладе несчастном. Теперь хотят, чтобы я только работала за штатом и за 30%. Ну, в принципе, у меня заявление написано, я ухожу, меня ничто здесь не держит, и там выбор остается за мной. Может быть, пока у меня не будет другой официальной работы, и если время будет позволять, наверное, может быть, и похожу, тут подстригу пока животных, но, честно сказать, уже немножко отхожу от всего этого. Нет.